Так, еще раз всем здравствуйте, добро пожаловать. У нас сегодня очень особенный выпуск. Я рада пригласить к нам в гости представить вам Андрея Ахтямова, тренера, работающего в одном из самых популярных клубов, фитнес-клубов в Москве. И это человек с большим стажем работы в индустрии фитнеса, который нам расскажет, наверное, о самых последних тенденциях, какие-то советы, как нам оставаться здоровыми, счастливыми, когда у нас у многих начинается здесь осенний семестр, время стресса, переедания. Так что добро пожаловать, очень рада, что вы с нами. И, может быть, для начала расскажете о себе? Да, друзья, всех приветствую. Спасибо большое за приглашение. Сразу скажу, что буду рад, если вы будете меня перебивать, задавать вопросы, потому что, когда я буду транслировать то, что конкретно интересно вам, и мне будет интереснее, и вам, я думаю, будет интереснее и полезнее. Да, меня зовут Андрей, я тренер уже шесть лет. По первой своей специальности я, на удивление, далеко не тренер, я юрист. Но после пары месяцев стажировки по специальности я понял, что не позволит мне моя совесть, наверное, в первую очередь работать в государственных структурах. И я решил заняться тем, что мне очень нравилось тогда, тренировками. Заняться профессионально. В России существовала и по-прежнему существует такая проблема, что тренером может быть практически любой. И я считаю, что эта проблема, хоть она мне и позволила в свое время стать тренером, потому что хороший тренер – это очень большая зона ответственности. Хороший тренер отвечает за ваше здоровье, за вашу безопасность, за ваше качество жизни. Но в свою очередь очень много людей становится тренером, просто пройдя пару месяцев курсов. И вот средний тренер в тренажерном зале России не сильно отличается от мастера по маникюрам и что-то типа того. Хотя зона ответственности гораздо больше, и возможный вред, который может причинить тренер, тоже существует. За шесть лет своей работы я очень много обучался, успел получить профильную физкультурно-педагогическую специальность, не перестаю обучаться. Сейчас обучаюсь в Нерландах у мэна Хенсельманса. И что важно, что не понимают обычно тренеры в России, обычно многие ориентируются на свои ощущения, на свой собственный опыт. Хотя очень важно понимать, что есть какие-то глобальные общие правила, которые работают для всех. И вот уже их можно корректировать, исходя из каких-то особенностей и собственного опыта каждого клиента. Не на всех транслировать то, что подходит конкретно тебе, конкретно тренеру. Собственно, за шесть лет работы сложилось понимание, зачем люди, в принципе, приходят в тренажерные залы, зачем начинают тренироваться. И, наверное, не к удивлению, 80-90% всех, кто приходит заниматься, хотят похудеть. Для кого-то это 3-5 килограмм лишнего веса, которые прилипли после отпуска, после беременности. Во время карантина, да? Да, во время карантина прилипло. У кого-то больше, которые нужно убрать, чтобы прийти в свою идеальную форму, в которой я была вот когда-то там. В 10-м классе, да? Да, да, да. Для кого-то это уже более серьезные цифры 15-30 килограмм. Это уже гораздо более важно. Но цифры на весах – это такое понятие, которое на самом деле не играет большой роли. Абсолютно всем, кроме каждого конкретного человека, который пришел и говорит, я хочу похудеть, абсолютно всем плевать, с какой цифрой конкретно вы давите на весы. Что реально имеет значение – это ваше качество жизни и ваше здоровье. И вот здесь я, как человек, который уверен, что мужчина должен нести пользу этому миру, очень рад, что вот эти вот цели, которые преследуют большинство клиентов, они очень красиво сочетаются с реальными, важными вещами, как здоровье. То есть мне очень повезло. Это они очень сильно связаны. Я как тренер, как фитнес-тренер, могу оперировать только двумя показателями. Это ваше количество жира и ваше количество мышц. Вот у меня вопрос. Да. Да, вопрос. Вот пришла к вам клиентка, или пришел клиент, говорит, хочу сбросить 10 килограммов. Ваше действие? Вот вы говорите жир. Как вы измеряете клиента? Как-то что, как? Да, да, существует огромное количество способов, какие-то объективные, какие-то необъективные. Да, несомненно, лучше всего при серьезном подходе измерить с помощью биомпедансного анализа, с помощью возможной МРТ, в зависимости от оборудования в клубе. И чаще всего это биомпедансный анализ. Это как? Это электрический импульс, который проходит через все тело. Током? Страшно? Да, током. Нет, абсолютно это никак не чувствуется. Вы просто держите за компактой. Да, и сквозь вас проходит несколько импульсов. И вот эти импульсы оценивают, сколько у вас мышц, сколько у вас жира, сколько у вас воды. Серьезно? Интересно. Да. И есть средние показатели, которые считаются наиболее здоровыми. Есть показатели, которые считаются нездоровыми. И мы уже можем адекватно сказать этому клиенту, вам 10 килограмм сбрасывать не нужно, вам достаточно сбросить 7, и вы будете прекрасно себя чувствовать. А возможно, мы скажем этому клиенту, что 10 килограмм будет мало. Это должен быть долгий путь. Вам нужно будет сбросить 20, и тогда ваши маркеры здоровья придут в норму. То есть это более такой подход с точки зрения здоровья, скажем, да, а не просто, что клиент хочет похудеть на 50 килограммов, и вы просто выполняете его желание. Обязательно. Ну, так скажем, если клиент хочет похудеть на 50 килограммов, и у него есть и 50 килограммов, то, скорее всего, его желание должно быть воплощено в жизнь. Возможно, даже с большими цифрами. Вот. Дело в том, что на самом деле ожирение – это излишнее количество подкожного жира в теле, очень большая проблема. Если мужчина, и у него процент жира больше 20, ему ставится диагноз ожирения для женщины, немножко по прочей условии. Если у женщины более 30%, ему ставится ожирение. Если мы обратимся… По-английски это называется BMI, да? Это то же самое, да? Процент жира к мускулу налетит. BMI – это количество, это формула, которая считает вес к росту. Да. И зачастую она дает погрешности, потому что вес может быть жировой, а может быть мышечный. Понятно. И очень часто профессиональные спортсмены-бодибилдеры могут спокойно не попасть в ряды вооруженных сил, получив диагноз ожирения. И у нас так? Да. Хотя у них просто будет много мышц и очень мало жира. Но тем не менее, тетечки, которые сидят в больнице, они скажут, у вас ожирение, молодой человек, проследуйте в запас. Вот. Поэтому это довольно-таки, скажем так, показатель, не всегда имеющий отношение к правильной реальности. Вот. Что здесь важно? По статистике ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, 15,5% всех смертей приходится на ишемические болезни сердца, 11% на инсульты, и на шестом месте стоит сахарный диабет. Треть смертей во всем мире имеют под собой причину ожирения. Потому что ожирение вызывает сахарный диабет, ожирение вызывает проблемы с речно-сосудистой системой, и вот эти вот заболевания, они в топе. Вот. Но, к сожалению, когда мы общаемся с клиентами, мы общаемся со среднестатистическим человеком, его эти риски не особо пугают. Что реально пугает, и хорошо, что такие показатели есть, излишний процент жира приводит к гормональному дисбалансу, что, в свою очередь, приводит к нарушению выработки половых гормонов. Для мужчин это обычно снижение рептильной функции, для мужчин и женщин это снижение либидо, для женщин конкретно это снижение фертильности. И вот это уже заставляет людей задуматься, потому что это реально влияет на качество жизни. Вот. Если процент жира достигает каких-то критических значений, есть такое заболевание, как ожирение печени. Так вот, если часть печени ожирела, допустим, 30% печени превратилась в жир, она уже никогда не вернется в состояние печени. Серьезно? Это примерно то же самое, что и отрезать эти 30% и выбросить. То есть даже не пожертвовать кому-то, а вот ни себе, ни людям, минус 30% печени. Так вот, по разным данным... Угол. Да, стараюсь. По разным данным сейчас у нас 2 миллиарда людей с лишним весом в мире и 650 миллионов людей с ожирением. Что касается... Да, это почти треть. Что касается США... Поняли студенты, да, сколько в мире человек с ожирением? Ожирение поняли, что такое? Я в чате пишу новые слова, так что смотрите туда. Статистика в США очень печальная. Самая печальная, к сожалению, в мире. На 2000-й год насчитывала 50% людей с лишним весом. То есть каждый второй. Серьезно? Да, это статистика тоже серьезных дядечек в пилых калатах, которые этим занимаются и постоянно считают. То есть это 50% людей, я тут пытаюсь записать в чате, с лишним весом, да? Это на 2000-й год, то есть 20 лет назад было уже. Ой, наверное, больше сейчас, правда? Наверное, больше. И я расскажу про причины. Динамику, если посмотреть, с 1960 года по 2008 процент людей с ожирением в США увеличился с 16 до 34. И это очень быстро. Какие причины? В целом, набор лишнего веса сейчас для нас, для современных людей. В первую очередь, это повышенная доступность калорий. То есть мы съедаем пищу, и вот в нашей средней пище сейчас стало больше калорий на единицу размера. То есть съедаем мы одну конфету, она дает нам очень много энергии, очень много калорий, но очень мало объема. Желудок наш говорит нам, что мы сыты, тогда, когда набивается чем-то. Если это овощи, нужно съесть много овощей, это будет мало калорий, он набьется и скажет нам, что мы сыты. Если это конфета, и мы питаемся только конфетами, чтобы набить желудок, нам придется съесть очень много конфет. Мы съедим глобальное количество калорий, огромное, прежде чем получим сигнал от желудка в мозг, что мы наелись. Вот. Второе, еда стала вкуснее. У нас сейчас пищевая промышленность использует подсластители, использует ароматизаторы, усилители вкуса. И для нас нормально очень много всего. Не то, чтобы это прям кошмарно, но это в долгосрочной перспективе сказывается нехорошо. Потому что для нас нормально хотеть есть. Мы едим, чтобы выживать. Так вот, подсластители дают нам более яркий сигнал о том, что это пища, ее нужно съесть, чтобы выжить. Мы любим жирное, потому что в жирном много калорий. И с точки зрения того, чтобы прожить долго, человек пещерный хотел съесть много жирного, чтобы надолго хватило. Мы любим сладкое, потому что это приносит нам удовольствие. И мы тоже, логично, что будем есть чем слаще, чем больше, потому что это приносит нам удовольствие. Мы любим вкус белка, потому что белок – это строительный материал. И мы будем есть много со вкусом белка. Вот. То есть для нас это нормально, но с точки зрения того, что мы едим всего этого много, это сказывается на увеличении веса. Слушай, я тут все голоднее и голоднее становлюсь со всеми разговорами о сладком, о жире, о протеиме. Ну, мы сейчас пойдем, поедим. Вот Нелли. После этого у нас как раз обиден, когда обед. Приятного аппетита. Вот. Третье, с точки зрения калорий, еду стало очень легче доставать. Если мы заглянем совсем далеко, то нужно было сначала проголодаться, чтобы выйти из пещеры на охоту, потому что это было опасно. Каждый день не сходишь. Нужно было поймать мамонта, убить мамонта, притащить мамонта домой, чтобы жена приготовила. Элементарно взять там наших бабушек, чтобы наша бабушка на день рождения съела торт. Нужно было пойти на другой конец города, заказать в кондитерской торт. Его бы привезли, бы собрались в круге семьи, в кругу, и съели бы этот торт, поделили бы его между всеми членами семьи. Сейчас же я просматриваю очередную серию «Игры престолов», достаю телефон, не вставая с дивана, выбираю самый большой и красивый торт, заказываю его, мне его доставляют. И поскольку моя жена еще не успела прийти с работы, я съедаю его в одиночку. Я получил огромное количество калорий, но при этом я даже не встал с дивана. Я потратил ноль. Вот и вся эта разница отложилась где-то у меня в боках, в руках, в грудях. Да, ну вот это каждый раз, когда я езжу в Россию, это ужас какой-то, потому что я помню, в детстве идешь, получаешь там пирожное раз в неделю, не знаю, как-то все это было так обставлено с какой-то такой помпезностью, а сейчас просто заходишь в любую кондитерскую, пробуешь все пирожные, потом мороженым заедаешь, это просто кошмар какой-то. Да, да, у нас все под рукой, очень много, очень вкусно. Очень вкусно, да. Здесь не такая вкусная выпечка в Америке, на мой взгляд, поэтому я не так ее люблю, а в Россию, конечно, опасно приезжать. Да, Джошу тоже, Маша, да, нет, что вы любите тоже русскую выпечку? Я согласен. На Восточной Европе намного опаснее есть, чем в Америке, потому что сладнее, вкуснее. К тому же тот мамонт, он еще был невкусным, и вот сварили, как сварили, и что-то там поели, голод столили, и хватит. Второй раз не хочется, добавками не пойдет. Вот, это с одной стороны, мы стали есть очень много калорий, с другой стороны, мы стали гораздо меньше двигаться. Мы все пытаемся повысить свою эффективность, стать лучшим бухгалтером, лучшим юристом, больше времени работать и меньше тратить время на всякие ненужные вещи, типа перемещения по городу. Мы добираемся с кровати на работу, кто-то уже перешел на удаленку, и вообще достаточно просто встать. Не нужно тратить время на переодевание, на туалет, на мытье головы. В большинстве случаев мы просыпаемся, спускаемся на лифте, на подземную парковку, садимся в машину, приезжаем на работу, также паркуемся в подвале, поднимаемся в офис и сидим 9 часов. За весь рабочий день мы потратим приблизительно ноль активных калорий, хотя за этот же день мы можем что сделать? Мы можем съесть пончики, которые нам принесет коллега, мы можем весь день глотать понемножку орешки, выпить пару кофе. Кофе с сахаром, да? Да, практически не двигаясь. То есть, опять же, наши энергозатраты уменьшаются, а то, что мы съедаем, увеличивается. И вот эта вот разница между тем, что мы подвигались и тем, что мы съели, она не может деться куда-то там. Она обязательно отложится. Так уж работает термодинамика в нашей Вселенной, в принципе. Если что-то поступило, оно либо сгорает, либо откладывается, и деться никуда, воздух испариться не может. То есть, все изменения веса это баланс калорий. Калории входящие, калории исходящие. Так, сейчас запишу тут. И только это влияет на изменения вашего веса. Ничего другого. Не существует каких-то страшных продуктов, от которых следует отказаться, чтобы похудеть. Серьезно? Не существует каких-то, серьезно, никаких... Даже тортики можно есть? Я обожаю тортики. Обожаю кексики. Вот. Другой вопрос, что если вы съели тортик, вы должны этот тортик потом сжечь. Сжечь, да. Отработать. Да. Сжечь тортик. А лучше его сжечь до того, как съел. Чтобы, да, возможно, уже и не захочется. Да. Все верно. То есть теоретически можно есть сникерсы весь день и при этом вы будете худеть. В подтверждение пару даже скажу комичных примеров вам покажу. О, давайте. Давайте примеры, да. Ого. Видно экран? Так, да, видно. Это Джон Цисна, учитель из Канады. Он дал своим студентам, своим ученикам, которые собирались быть медиками, студентами, задание расписать ему диету, в котором будут использоваться только продукты из Макдональдса. Он очень любил Макдональдс. И он за 6 месяцев похудел на 27 килограмм. Серьезно? Трижды в день питаясь в Макдональдсе. Просто-напросто он ел меньше, чем тратил. То есть его новая диета была по калориям меньше, чем его старая диета. Он похудел. Следующий пример еще более абсурдный, чтобы точно вы в красках все поняли. Блогер Энтони Говард Кроу эксперимент провел. За 100 дней он похудел на 14,5 килограмм. При этом его диета состояла из трех продуктов. Это был алкоголь, это было мороженое и протеиновый коктейль. Отличная диета. Мне нравится. Я вам скажу, что вряд ли вы будете довольны своим здоровьем после этого. Ну да. Но тем не менее, калории работают, он тратил больше, чем съедал, и за 100 дней похудел на 14,5 килограмм. И еще один абсурдный случай. Путешественник из Америки Эва Терра книгу даже об этом написал. Он бросил в 2013 году 8 килограмм. Питался он при этом да, питался при этом только пивом и сосисками. За 30 дней он испробовал 200 разных сортов пива, но тем не менее, ограничение в 1500 килокалорий в день, и он похудел на 8 килограмм. Цифра, в принципе, рабочая для всех, даже для хрупких девушек. Полторы тысячи? Ну, скорее всего, если вы не будете весь день сидеть или лежать, да, вы будете худеть едая полторы тысячи калорий. Да. Вот. Наверняка у вас есть такая история или я вам скажу, что я как минимум слушаю практически от каждого клиента, что вот есть у меня друг или подруга, который ест все, что угодно в огромных количествах и при этом не толстеет. Хотя я, говорит он мне, ем практически ноль, буквально там две печеньки в день и при этом толстею или не могу похудеть. Вот. Как вы думаете, реально ли такое? Как вы думаете, студенты, давайте поговорим немножко, давайте вы поучаствуйте. Возможно такое? Все есть и не толстеть. Знаете, что такое толстеть, да? Не поправляться. Джошуа? Ну, наверное, но я думаю, что как мощно, но как но действительно не, потому что нужно как двигаться как много, чтобы не толстеть. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Такие люди, которые по заверениям друзей ведьмы много едят, не толстеют. На самом деле, им повезло родиться шилом в одном месте. Не знаю, как бы вы перевели это выражение. Они очень много двигаются в течение дня. Да, вот, хороший перевод, да. Они много двигаются, да. Они не стесняются прогуляться пешком в магазин. Они очень много жестикулируют. У них яркая мимика. Будем тоже жестикулировать здесь, да? Да, обязательно. Они, возможно, и едят очень много при вас, но, возможно, прием пищи большой, только один раз в день. Они могут спокойно забыть поесть. Они могут забыть поесть, это мечта, да. Да. Возможно, и при вас они едят не так много, но вот иногда случается, что они при вас съедают пиццу и вы это запоминаете, это врезается в вашу память. И в итоге за одну неделю, пока они ходят, пока они жестикулируют, пока они добираются пешком на работу, они тратят больше, чем съедают. И поэтому они либо худеют, либо остаются в том же весе. С другой стороны, люди, которые говорят, что я ничего не ем, но тем не менее толстею, они врут. 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 А первый вариант, они врут себе. Второй вариант, они врут мне. Первый хуже. Третий вариант, они добросовестно ошибаются. То есть, есть реально люди, которые за день съедают совсем ничего, и так продолжается все пять дней в неделю рабочих. Но приходят выходные, и за один день они съедают семь тысяч калорий, и за второй день они съедают семь тысяч калорий. Пицца, несколько бургеров, большая кола с сахаром. Ой, вкусно. Плюс за рабочий день, как я рассказывал, парковка, дорога на работу, офис, девять часов, в результате ноль затраченных калорий. Соответственно, вот эти вот 14 тысяч калорий за выходные, плюс маленькая тысяча каждый день, превращаются в среднем в три тысячи килокалорий в день. И явно они столько не потратят. Поэтому мы будут толстеть. Еще важный нюанс с перекусами на той же работе. Ой, перекус, да, это ужас, да, сейчас напишу. Все знают, что такое перекус? Да? Snacks? Snacking? Да, это моя проблема по ночам. Я не могу... Я вам скажу, в чем здесь глобальность проблемы. Да, по ночам. По ночам, да, это самое ужасное. После десяти я не могу... Помимо сигнала, который желудок отправляет в мозг о том, что желудок полный, и мозг говорит, хватит есть, я наелся. Есть еще сигналы, которые мозг сам регистрирует, когда вы едите. Вы съедаете бутерброд, еще один. Мозг это считает и понимает, что вроде бы съел немного, и хватит. Так вот, проблемы перекусов за работой, за просмотром футбольного матча, за разговором в ресторане, за чтением книги мозг не успевает регистрировать все, что вы съедаете. Поэтому сигнал, скорее всего, о том, что хватит есть, он пропустит. И так можно съесть большой пакетик орешков, закинуть еще один пончик, пару конфет, которые оказались под рукой, и мозг все это пропустит, потому что будет занят работой. Понятно. И за несколько таких вот часов формируется большой-большой запас съеденных калорий. И вот это проблема. Решение этой проблемы еда осознанная. То есть, если вы хотите есть, вы встаете с своего рабочего места, прекращаете просмотр телевизора, вы садитесь и едите, обращая внимание в свою тарелку. Желательно, чтобы еще тарелка была маленькая, когда на ней казалось большой, чтобы мозг это зарегистрировал, что он съел много, и вот, да, как у Нелли, чтобы мозг зарегистрировал, что съел много, и дал сигнал, что все, хватит. Так вот, как вы поняли, с одной стороны движение, с другой еда, и вы худеете. Именно поэтому будет работать абсолютно любая диета, за которую вы бы не взялись. Если у вас есть четкое количество калорий, которое меньше, чем то, чем ваше движение. Работают низкоуглеводные диеты, работают низкожировые диеты, работает... дайте я напишу, а то, может, не все знают, что такое низкоуглеводное. Кто знает, кто скажет? Уводное. Ребята, кто знает низкоуглеводное? Кира, вас не слышно. Я знаю, что это. Что это? Низкоуглеводное, низкоуглеводное диет. Да, да. Кто-то пробовал, да? Кто-то пробовал? Кето-диета, да? Это, наверное, относится к этому, да? Такое тоже есть. Да, я пробовала, но мне явно не подходит, потому что как-то не согласуется с организмом столько жира и белка. Верно, абсолютно. Любая из этих диет будет работать, потому что она вас в чем-то ограничивает. То есть вы ели раньше три макронутриента, белки, жиры, углеводы и перестали есть углеводы. Вы стали есть меньше, вы начали худеть. От этого никуда не денетесь. Другой вопрос, что вы получаете какой-то дефицит необходимых вам нутриентов, и вот этот дефицит рано или поздно к добру не доведет. Да. То есть любая из этих ограничивающих диет имеет либо скудный рацион, либо невкусный рацион, либо она очень несбалансированная и там не хватает каких-то микронутриентов, витаминов, минералов, антиоксидантов, либо в ней очень много ограничений. Не ешь после шести, не ешь до десяти и что-то еще. И самое главное проблема таких диет, в них могут отсутствовать ваши любимые продукты. Да. И в чем эта проблема? Статистика, исследования, проводимые на миллионах людей, показывают, что из девяти, из десяти похудевших, а похудеть это очень просто. Просто взял, стал меньше есть и похудел. Вот из десяти похудевших через три-пять лет девять вернутся в то состояние, с которого они начинали. К сожалению. Еще двое из этих десяти скорее всего наберут еще больше. Подожди, сколько я записываю в чате? Из десяти похудевших через сколько лет? Три-четыре года, ты говоришь? Три-пять лет и девять будут снова в том же состоянии. Ужас какой. Девять. Вернуться. Да. Еще двое наберут больше. Ужас какой. Да. И почему же это произойдет? Потому что за время похудения не сформировалось достаточно привычек. Не получится просто взять, пробежать марафон и вернуться к привычному образу жизни, когда вы ели много, двигались мало и оставаться в таком красивом похудевшем теле. Нужно формировать привычки. Это раз. Два, как я сказал, скорее всего в вашей диете не было ваших любимых продуктов. Что происходит, когда вы похудели? Мозг говорит «Ура, я молодец! Давай мне награду!» И вы возвращаете свои любимые продукты. Возвращаете, скорее всего, с избытком. И вот этот избыток, вот этот возврат к предыдущему режиму жизни приводит к тому, что вы снова возвращаетесь и в предыдущее тело и, возможно, набираете больше. Какое же решение здесь, чтобы такого не произошло? Выбирать адекватную диету. Эта диета должна обязательно включать то, что вы любите. Эта диета обязательно должна включать то, что вам полезно. Эта диета должна быть не только диетой, эта диета должна включать в себя привычки, которые вы будете есть. Допустим, съедать много овощей и фруктов в день в конкретном количестве. Допустим, приезжать на работу на велосипеде каждый раз, если нет дождя. И вот такие вот маленькие изменения в образе жизни приведут к результату. Если их будет много и вы будете их придерживаться, скорее всего, что-то из них, может быть, не все, останется с вами, когда вы закончите. И вот эти вот оставшиеся привычки позволят вам оставаться в новом для вас здоровом, красивом теле. У меня по вопросу. Можно? Конечно. Да? Или, может, у кого-то еще есть вопрос? Вот нужно тогда считать калории, все это записывать. Это же ужасная трата времени, когда ты все считаешь, сколько пошло, сколько вышло. Как вот вы говорите своим клиентам, считать все-таки калории? Или сейчас это происходит? Два пути. Да. Первый, в котором я всегда гарантирую результат, это считать калории. И считать калории для меня примерно то же самое, что, ну, наверное, считать свой бюджет. Допустим, вы получили зарплату, у вас есть полторы тысячи калорий. Сначала вы должны заплатить за аренду или за ипотеку. Обязательно. То есть, есть норма белка. Это 800 калорий. У вас остается 700. Потом вы должны оплатить образование. Это норма овощей. Это еще там 100 калорий. Потом у вас остается 600 калорий, которые вы можете потратить на казино, на парк аттракционов, съесть пончик, шоколадку и просто уместиться в свой бюджет из полутора тысяч калорий. Все просто. Другой вопрос. Считать, во-первых, не обязательно всегда. В идеале, если вы худеете и идете к своей цели, что-то у вас откладывается и всегда повторяется в вашей жизни, даже уже без подсчетов. Вы привыкаете съедать норму белка и вы всегда съедаете нужное количество мяса, молока, яиц и так далее. Вы привыкаете съедать норму овощей и фруктов и вы всегда, после того, как уже перестали диетить, съедаете норму овощей, фруктов, ягод и так далее. То есть, вот эти вот привычки, они формируются и закладываются. Другой вопрос. Насколько вы хотите достичь цели, чтобы какое-то время посчитать? Да, это может быть нудно, но если результат стоит того, а результат обычно стоит, потому что наше здоровье это очень важно, наше качество жизни это очень важно, то, возможно, следует месяц-другой завести себе такую привычку как подсчеты. Более того, наш рацион не так разнообразен. Через две недели практически все понимают, что продукты повторяются, практически все понимают, что время приема в пище повторяется. И вот приложение, которое существует на смартфоне, тоже это понимает. И вам нужно уже вместо того, чтобы искать продукт в списке, он уже покажет, какие часто используемые, вы просто поставите галочки. Я съел первое, второе и третье. И успех вашей диеты будет выражаться не в том, что вы как-то строго себя ограничили и держитесь изо всех сил. Один день поголодали. Успех будет заключаться в том, насколько вы сможете придерживаться этой диеты долго. Она не должна быть жесткой, но она должна быть такой, которая позволит вам ее придерживаться, не срываясь. Точно так же успех в тренировках. Тренировка не должна быть убийственной, из которой вы ползаете просто по ступеням, обливаясь потом. Тренировка должна быть такой, которую вы сможете повторить еще, 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 еще и не бросить. Вот в этой связи, да. И это определит ваш результат в долгосрочной перспективе. Да, я хотела спросить наших студентов, как они двигаются. Джош, у вас вопрос есть? Ну да, у меня вопрос. Я обычно тренируюсь и сколько тренировок вы считаете идеально как за одну неделю? Столько, сколько позволяет вам восстанавливаться. Я всегда рекомендую начинать с двух, и это силовые тренировки я имею в виду. Если вы чувствуете себя хорошо, если вы чувствуете, что вы приходите на следующую тренировку и вам не мешает предыдущая, не мешает боль в мышцах сделать новую, можно тренироваться три раза в неделю, можно тренироваться и шесть раз в неделю, если ваш организм это позволяет. Часто приходят новички и говорят, я буду тренироваться каждый день, я хочу так сильно достичь результата. И я как тренер, с одной стороны, все понимают, что это моя работа, я не против поработать больше, но я всегда запрещаю это делать. Потому что человек, который тренируется каждый день, особенно если он до этого не занимался, он с большой вероятностью перетренируется, он устанет, он не сможет восстановиться, у него от тренировок будет не польза, а проблемы со здоровьем. Поэтому я предложу ему начать с двух раз в неделю. Чувствую себя хорошо, пусть будет три. А если взять статистику, то одна тренировка в неделю силовая снижает риски от смертей по всем признакам на 66%. Ничего себе! Две тренировки еще лучше. Но между тремя, четырьмя, пятью тренировками и двумя, что касается здоровья и рисков смертности, нет никакой разницы. Поэтому, в принципе, двух регулярных тренировок с постоянным умеренным увеличением нагрузок всегда будет достаточно. Главное повторять это постоянно, регулярно и не бросать. Лучше меньше, да лучше. Да. Да регулярнее. Регулярнее, регулярнее. А Кира, вот давайте с вами поговорим. Кто чем занимается? Кира, Неля, счастье, Кала, как вы? Хотите рассказать, какие у вас тренировки сейчас? Я могу рассказать. Я... У меня бассейн дома и я в последнее время пытаюсь плавать больше. И еще я делаю Клоуи Тинг и Том Дейли Workouts на YouTube. А, ага. А это какие тренировки? Силовые или кардио какие? Абс. Это... Мне не так... Как абс по-русски. Пресс? Пресс. Да. Хватает вам, да? Чувствуете, что хорошая нагрузка? Я делаю где-то три видео, когда я делаю. Я уже где-то две недели ничего не делала. Я плавала в последний день. В последние две недели плавала. Здорово. Кирочка, Кала, кто еще хочет рассказать? Я бегаю 20 минут утром почти каждый день. На улице, да? Или на беговой дорожке? на улице. Здорово. Так, Кирочка, тоже я видела, включила микрофон. микрофон. Да, я люблю гулять по городу и занимаюсь йогой. Мама. Я обычно тренируюсь два раза неделю с друзьями на фейс-каме. Мы вместе делаем какой-то тренировки. Но я тоже танцую с мамой. Танцует вообще здорово. Я завидую. Здорово. Я обычно бегаю, занимаюсь йогой или пилатесом. обычно силовые тренировки немножко сейчас сложнее, потому что я еще боюсь ходить в спортивный зал. Так что у нас здесь ситуация не самая благоприятная пока, к сожалению, в Техасе. А вот вы, Андрей, вот как вы, сколько раз в неделю и что делаете? Я занимаюсь пять раз в неделю, пока мне это позволяет время. Выйдя с карантина, я стал более дисциплинирован на этом плане. Теперь уже у меня есть часы, когда я не беру работу, я обязательно уделяю это время тренировке. И, честно сказать, я стал гораздо лучше чувствовать, когда просто освободил эти часы от всего. То есть, если раньше тренировки были по случаю, сейчас тренировки стали, потому что это важная часть жизни. и это реально помогает. Но есть важный нюанс, что касается тренировок, питания и хорошего самочувствия. Не стоит переоценивать важность тренировок. На самом деле, куда более важно, как вы будете двигаться в течение дня. То есть, грубо говоря, одна тренировка может потратить 10% всех энергозатрат за день. Но если вы будете активным, если вы будете двигаться, если вы приобретете себе фитнес-браслет, который будет считать шаги, и не будете позволять себе опускаться ниже 10 тысяч, это даст вам гораздо больше для вашего здоровья, чем регулярные тренировки два раза в неделю. Потому что тренировки это 10%, а вот остальные 90% это то, что вы делаете в течение дня. Они могут раздуться до 180 и сдуться до 40 от того, что вы будете сидеть на месте, либо очень много двигаться. Тренировка же может дать вам 10%, а может быть 20, но ни в коем случае она не превратится в вашу жизнь и не станет основопределяющей. Поэтому самое главное это в первую очередь движение. То есть чем более разнообразная активность, вот вы сказали йога, пилатес, бассейн, танцы, тренировки с друзьями, тем больше вероятность, что вам это не надоест. Тем больше вероятность, что вы будете продолжать заниматься и не бросите. Если же упираться в один вид тренировок и думать, что вот это панацея, она поможет от всего, то скорее всего это закончится через пару месяцев и уровень активности снизится. Лучше двигаться больше. У тренировок есть силовых определенные бонусы. То есть если вы решите похудеть и начнете есть меньше, организм большой вероятностью начнет сбрасывать, терять мышцы и сохранять жир. Все-таки не жир, да? А, сохранять жир? Конечно, потому что жир это тепло, жир это будет чем питаться в голодный год, жир это не утонешь в воде вдруг, если что. А мышцы это балласт, который на себе нужно носить весь день. поэтому здесь важную роль играют силовые тренировки. Если вы будете тренироваться и каждую неделю в понедельник, в среду и пятницу класть на себя штангу, организм поймет, что если он потеряет мышцы, в один прекрасный момент он эту штангу не поднимет. И мышцы нужны, нужнее, чем жир. Вот если у вашего организма будет стимул сохранять мышечную массу, потому что он будет понимать, что мышечная вас нужна для выживания, тогда будет вероятность, что вы будете терять жировую. Тогда и ваше отражение в зеркале понравится вам больше, и ваше состояние здоровья понравится вам больше. У кого-то есть негативные представления о влиянии на здоровье силовых тренировок, но обычно это негативное представление относится к экстремальным видам. к анаболическим стероидам, к нормальным тренировкам, силовым, с постоянным увеличением веса. Это имеет хорошее влияние на здоровье. Чем у вас больше мышц и меньше жира до определенного момента, до здоровых показателей, которые вы можете достигнуть самостоятельно, без применения каких-то специальных средств, тем лучше. Взять, например, людей, живущих более 100 лет, центерианцев, они практически все очень поджарые, у них мало жира, у них много мышечной ткани. Если у вас много мышечной ткани, меньше вероятность того, что вы травмируетесь, потому что эти мышцы будут держать крепко суставы, держать в нужных положениях их меньше вероятность переломов. очень важный момент и интересные исследования на этот счет есть. Вы очень важно сказали, что вопросы здоровья и счастья. Так вот, тренировки во многих исследованиях показывают прямую зависимость на уровень счастья человека. То есть снижается риск депрессии. И есть даже одно интересное исследование, которое показало, что появление в жизни тренировок в среднем делает людей счастливее, чем повышение заработка от 15 тысяч долларов до 50 тысяч долларов в год. Серьезно? Да, серьезные исследования, серьезные дядьки ученые это показали. Так вот, я вам напоследок скажу 7 шагов, которые приведут вас к результатам. Приведут с вероятностью 100%. Первое, захотеть потому что очень часто подопечный, который добился офигенного результата, сбросил много жира, набрал много мышц, хочет, чтобы такого же результата добилась его жена, ее муж, или отец, или мама, и вот они приводят жену, мужа, папу и маму в спортивный зал. Но, к сожалению, результатов мамы, мужа, жены не будет абсолютно, пока они сами этого не захотят. Это очень важный нюанс, и практика, я вам честно скажу, я уже могу себе позволить говорить, что практика показывает, что обычный результат никакой, пока человек не захочет сам. Второе, ну, к сожалению, или к счастью, считать калории. Можно не считать, но в таком случае результат не будет стопроцентным. Если вы считаете и не обманываете себя, то вы можете четко сказать, сегодня я ем больше, чем вчера, меньше, чем вчера. Если я ем меньше, пункт номер три, я буду худеть, стройнеть, у меня не будет рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, не будет рисков развития сахарного диабета, а он развивается, сахарный диабет второго типа, как раз-таки излишнего жира. Не будет риска травм и переломов, когда я просто встаю со стула или ложусь в кровать, я буду чувствовать себя лучше. И причем вот помните, да, про странные диеты, на которых люди худели. Во всех этих диетах показатели здоровья все равно улучшились, потому что улучшились показатели холестерина, улучшились показатели давления артериального, потому что лишний вес гораздо опаснее, чем кривая диета. Так вот, чтобы состояние здоровья улучшилось еще сильнее, чтобы вы чувствовали себя при этом прекрасно и выглядели прекрасно, нужно еще есть правильнее. В первую очередь это достаточное количество белка, это мясо, это молоко, творог, это яйца. Во вторую очередь тоже очень важно, это достаточное количество овощей и фруктов. Мы очень сильно недооцениваем, насколько это полезно и насколько это улучшает наше состояние. В них очень много витаминов, очень много минералов, очень много антиоксидантов. Кто-то скажет, ну я же пью мультивитамины, которые купил в аптеке. Так вот, всегда знайте, что, во-первых, из таблеток любые микроэлементы усваиваются гораздо хуже, чем из обычной еды. Наш организм попросту не привык в процессе эволюции есть таблетки, но мы привыкли есть растительную пищу. Во-вторых, любой производитель, когда делает таблетку, в которой очень много витаминов, он скорее положит туда много дешевых и очень мало, и возможно вообще не положит дорогих в производстве, в добыче. Два. Во-вторых, когда вы едите таблетку, в которой очень много разных витаминов, никто не задумывается о том, что одни конкурируют с другими, и, допустим, если в одной таблетке сразу магний, цинк и кальций, скорее всего, все три элемента не усвоятся вообще. Ужас. Вот такие дела. Поэтому лучше фрукты, овощи, морепродукты, мясо, яйца и поменьше синтезированных таблеток. На другой чаши весов, как я сказал, движение. Поэтому начинайте двигаться больше. Фитнес-трекер, мне кажется, это необходимая вещь для современного человека. Такой уж у нас образ жизни, что нужно себя поддерживать в тонусе, нужно себя погонять, нужно выбирать ступеньки вместо лифта, нужно не бояться того, что вы припарковались далеко и придется идти, нужно радоваться этому, нужно по возможности больше ходить. Вечерняя прогулка с женой, с детьми, с семьей, с собакой, это очень большой вклад в ваше здоровье. Тренироваться. Как я сказал, мышечная масса это огромный, огромный залог вашего здоровья. Будет у вас ее много, вы будете сильнее, будет у вас ее много, вы будете красивее, на ощупь вы будете приятнее, если будет много мышечной массы, что уж будем честны друг с другом. Вот. И седьмой очень важный момент правильное восстановление. Сам был студентом, прекрасно помню, как можно не спать одну ночь, готовиться к экзамену, не доспать вторую, третью, четвертую, потому что хочешь встретиться с друзьями, а на пары надо утром. Но тем не менее, исследования четко показывают, что если взять две группы людей, одним ограничивать сон, а другие будут спать хорошо, самые худшие результаты тренировок, умственных показателей в группе, которая спала много, будут лучше, чем самые лучшие показатели в группе, которая спала мало. Серьезно? А вот сколько это много, мало, хорошо, как ты считаешь? Ну, что касается количества сна, я бы рекомендовал спать не менее шести часов и не более девяти. семь с половиной часов это идеальное количество сна, которое подойдет практически всем. Есть люди, которые от этого не высыпаются, но с учетом того, в каком темпе мы сейчас все живем, начать хотя бы с этого будет регулярно с этого, будет отличным вариантом. А дневной сон? Полезен? Можно, но можно его не считать. Он поможет вам восстановиться лучше, позволит вам, возможно, лучше чувствовать себя, сбросить накопленный уровень стресса до дневного сна и продолжить день. Но в целом я бы рекомендовал считать за эти семь с половиной часов только непрерывный сон ночью. Это реально важно и полезно. Умственные способности колоссально падают, когда у вас образуется недосып. Причем даже когда вам уже кажется, что вы уже в хроническом недосыпе месяц и уже хуже некуда, он продолжает ваш мозг работать хуже и хуже. И нельзя недоспать пять дней подряд, а потом за выходные отоспать все, что накопилось. К сожалению, так не работает. Только регулярность в питании, в тренировках и в том числе в восстановлении покажет вам результат, от которого вы будете в восторге. Это реально имеет значение. Не качество одного раза, а пусть посредственное качество, но постоянство. Это очень важно. Здорово. К вам вопросы есть. У меня есть вопрос. Можно быстренько задать? У вас есть любимый счетчик калорий? Приложение FatSecret прекрасно работает. Не знаю, как оно работает в Америке. FatSecret? FatSecret. Да. Не знаю, есть ли оно и работает ли оно в Америке. Думаю, есть. Если вдруг нету, приложение MyFitnessPal еще одно великолепное. Ним тоже мы все пользуемся. Тоже отлично работает. А вот я вас нашла, потому что моя подруга вообще в восторге от вас, и вы создали замечательную программу. Она уже похудела на безумное количество килограммов, но при этом приобрела мышечную массу. И меня интересует, вот как вообще можно, если, скажем, я бы хотела такую программу с вами придумать, то через Инстаграм как-то, да? Я веду людей в зале и веду людей онлайн. Онлайн взаимодействие происходит, скажем так, тремя способами. Первый способ, кто-то просто получает у меня программу, тренируется, приходит мне, показывает результаты, присылает, я даю новые задания, и мы взаимодействуя раз в неделю, тренируемся, двигаемся к результату. Второй вариант, я веду людей по питанию. Они мне присылают каждый день скриншоты из FatSecret и говорят, я съел это, 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 мой вес такой сегодня. Они получают еженедельно новые задания, стараются их выполнить и двигаются к результату. И третий вариант, собственно, они и тренируются самостоятельно в зале по моей программе и питаются, выполняя мои задания, и с вероятностью 100% они двигаются к результату. то есть формат онлайн взаимодействия, я бы даже сказал, он в какой-то степени лучше, чем персональные тренировки в зале. Потому что, когда вы тренируете человека лично, у него есть возможность поныть, сказать, я сегодня устал, голова болит, давай уменьшим вес. Пожалей меня, да, давай поговорим о жизни. Да, да, и я как человек могу согласиться вдруг, проявить слабину. А когда ты отправил задание и только в конце тренировки тебе присылают результат, ты знаешь, что никто тебе не ноет, у него нет выбора, есть задание, нужно сделать. Вот, и вероятность результата, я бы сказал, увеличивается. Так что, есть свои плюсы в онлайн-тренировках. Спасибо пандемии, что мы это поняли. Да, здорово. Кого вопрос есть? У нас сейчас время, пару вопросов задать? Может быть, кто еще не задавал? У меня есть вопрос. Так что, когда вы так, на плане, в плане как сна и сон, если я ложусь спать в девять часов или, может быть, в полночь, и я встаю в восемь или девять, это, есть такое, какое влияние, если это как семь, половина часа, если я ложусь спать в три часа и потом я встаю в десять, это также может быть семь, восемь часов, но есть такое, какое же отличие? Дело в том, что у нас организм имеет свои встроенные часы, и эти часы есть практически во всех органах. Эти органы в зависимости от этих часов функционируют, вырабатываются определенные гормоны, которые позволяют нам в том числе лучше спать. И если вы ложитесь в одно и то же время, примерно за несколько, скажем, 30-60 минут до этого будет вырабатываться гормон, который позволит вам качественнее спать. За какое-то количество минут до пробуждения будет вырабатываться гормон, который позволит вам легче проснуться и начать свой день. Поэтому лучше, конечно же, по возможности систематизировать свое время тренировок плюс-минус час, время приема в пище плюс-минус час, время отхода к осну, время пробуждения, для того, чтобы просто получать максимум пользы из всех вот этих моментов. Лучше спать нерегулярно в разное время, но по семь часов с половиной, чем в одно и то же время по пять. То есть это прекрасная ситуация, которая у вас есть, ее можно улучшить, но уже это, поверьте мне, гораздо круче, чем у абсолютного большинства. Спасибо большое. Кого еще вопросы есть? Еще один вопрос? Нет вопросов? Отлично, значит, все двигаемся больше, едим правильнее, тренируемся, носим фитнес-браслеты и будем здоровы, красивы из-за индивидуализированной программы можно обратиться к Андрею. Конечно, с радостью. По-моему, мы опубликовали его, когда опубликовали объявление о нашей встрече. Да, мне приходило уведомление. Да, без проблем, напишу. Пока мы не отключились. У меня есть клиенты из Швеции, клиентов из Америки пока нету. И все по-русски, представляете, двойной бонус. Да, сразу поработаем и над языком, и над тренировками. Спасибо вам огромное, да, было очень интересно, очень полезная встреча, я теперь тоже вдохновилась и надеюсь все мы тоже начнем семестр с такой здоровой ноты, без стресса, да, будем хорошо заботиться о своем здоровье. Спасибо вам огромное и надеюсь, что еще с вами увидимся. Спасибо, что пригласили, был рад с вами пообщаться. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok